приветствую вас на канале москвичи без границ мы приехали на мыс панва который находится на пхукете и мы посетим самый популярный аквариум на пхукете а там множество рыб там есть и большие рыбы акулы черепахи есть какие-то скелеты динозавров все 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 сегодня покажем обязательно в этом ролике да но что здесь есть парковка парковка бесплатно и абсолютно рядом у нас море с левой стороны посмотрите красота какая здесь же причал панва вот это все мыс панва находится на той стороне у нас пляж панва а так что сейчас не знаю даже куда нам идти сейчас отправимся и пойдем смотреть искать рыб аквариум и узнаем сколько стоит вход так ну что билетики мы уже взяли взрослый билет стоит 180 бат но с 1 октября я посмотрел 23 года он будет стоить 300 чем-то бат сезон наверное повысит ребенок до 108 сантиметров проходит бесплатно сразу же нас встречает здесь такой небольшой аквариум с морскими звездами вот как я находил и голубенькая звезда и красненькую звезду так ну не знаю как будет по качеству потому что здесь темновато на данный момент посмотрим как будет вам видно или нет думаю все вам будет просто видно вот мне рыба уже встречается и причем такие нормально вот даже тут аквариум получается он открыть сверху течет такой водопад прикольный алинка разглядывает рыб таких больших там рыбы прям большие здесь есть рыба здесь маленькие рыбки плавают такие аквариумы встречают это прям только-только самый под рыба такие и головами плавают соники какие-то а тут вот все подписано кстати леопард будут пару чехли так а вот перед вами карта всего аквариума так что запоминайте посмотрите цена в принципе я говорю пока что недорогая тем более ребенок как смотришь везде практически бесплатно и главное дело что ей нравится это только первый аквариум что будет дальше будет наверное еще интереснее надеюсь и кстати вот юлька заметила тут прям еще есть экранчики которые рассказывают об этих рыбках вот даже на русском языке есть черный паху очень здорово здесь на русском языке фишек прикинь на русском языке подписывается чё за рыба вот здесь вообще рыба с какими-то усами и прозрачные какие-то но вот это прям конечно такие какие-то похоже на монстров но так вроде ничего такие безобидные рот открываю а мам 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 это все медленно плывет там позирует на смотрите какой необычный рыбка вот эти рыбы тут сейчас друг другом салки играли туда-сюда так носили хоп 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 так ну что пойдемте дальше кто тут есть это кто какой-то непонятный студентки но это не так вот еще это наверно уголь ну какой-то покой думаю опасно чувак вот тут и хищники подоспели посмотрите какие они огромные тут на экране показывают просто зубы какие у него сейчас перемотали вот это так он откусывает рыбе спокойно это не попала может перекусить во 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 о какой кадр я вам заснял офигеть видали зубы какая пасть обалдеть это я говорю точно хищник-убийца наверно речной как он монстр так еще здесь какой-то шоу сейчас мы заходим в такое помещение вот график работы этого шоу по 7 минут длится каждые полчаса получается с 9 30 начала 15 30 последний сеанс вот мы попадаем сейчас на 11 часов ну что друзья мы пришли вот сейчас нашел здесь русалка мне кажется она будет шевелиться хоть как-то немного но мне кажется что-то будет прям очень как-то она выделена естественно июлька говорит она мягкая и вот экран небольшое помещение тут не намного мест и вот шоу начинает а а я я и 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 Аквариумов, в принципе, много. Есть здесь такие рыбы. Сегодня все прям для вас позируют. Я только что подходил, рот не открывал. Начал снимать, сразу рот давай открывай. Смотрите, какие глупоглазики. Смешные. Так, что тут еще есть? Вот такие рыбы. Но такие рыбы я вам показывал под водой Таиланда. Они есть. Здесь прям побольше размера. Но плюс тут, конечно, еще стекло дает свое увеличение. Львы перед вами. Вот такие. Бросаловцы. Такое было бы интересно увидеть вживую, под водой. Не в аквариуме, а прям вживую. Посмотрите. Вот он большой, близко не подплывает. Но очень красиво. Посмотрите, какой нереальных размеров. Каких нереальных размеров мурен. Вот она идет. Вот такая вот просто. Это в две штуки. Одна вот торчит, вон туда пошла. А эта вот здесь спряталась. За углом. Такие рыбки. Тоже интересные. Вот, типа таких рыб кружила у меня, когда я снимал вам ролик на Кате. Они на поверхности плавали. Не знаю, нет или нет, но похоже. Вот они, лобстеры. Ну, они спрятались, правда, вон там. Сколько их тут? Два или три лобстера, да? Четыре, наверное. Жалко, они не выходят. Здесь тоже какие-то рыбки, но они вон все позаливались в норке и сидят. Да, много очень интересных рыб, которых я никогда в жизни вообще не видел. И главное дело, что стекла все чистые. Так вообще все чисто. Прикольно посмотреть. И народу, посмотрите, уже прибавилось людей. Все ходят, тоже смотрят. О, какие здоровяшки просто. Вот моя рука и вот рыба. Больше, чем моя рука. Здесь есть стенд, где можно подойти и нажать, например, на кнопку, и вам покажут, как этот коралл называется. Вот, видите, он подсвечивается и название коралла. Также любую другую цифру нажимаем. Вот там подсветился коралл. И вы знаете теперь, как эти кораллы называются, друзья. Так, что тут есть еще? А? Не знаю, здесь что-то ясно. Я посмотрела, вот так близко. Ого. Какой-то фонтан тут. А крабы живые сидят. О, какая большая это, какого. Рак-отшельник огромный. Только он смотрит не в нашу сторону, но он большой, реально. Вот и рыба еще такая. А, живая. Да, живая. Вон там рот открывается, шевелится. Здесь не могу понять, что. Ну и тут, наверное, вот это все живые корали всякие. Да. Ну, я на фотках видел. Ну, а здесь такие малыши плавают, как я снимаю вокруг коралла. Ну, вот такие мне не попадались. Тоже красивые. Яркие. Вот и рифовые акуловые. Смотрите. Такие. О-бай. Ух. Ну, вот они, конечно, безопасные. И небольшого размера. Но это все равно акуловые. Прикольно. И очень здорово, на самом деле. О, как кружат передо мной. Таких рифовых акуловых акуловых можно даже иногда встречать в кафе и жарят стейки из нее. Здесь просто посмотрите, какие громадины плавают около меня. Вон они, какие проплывают тушки. И там вот туннель, видите, там люди. Это вот справа можно зайти в туннель такой. И сейчас будем смотреть, они будут плавать там над нами, вокруг нас. Вот такие рыбехи просто. О, какие. Вот там наверху, посмотрите, какие поплыни. Класс, супер. Сейчас пойдем в туннель и все вам покажем. Вот здесь туннель небольшой, со всякими скелетами, с какими-то редкими, наверное, животными. То, что находили когда-либо. Черепа различные. О, там сейчас в туннеле много людей. Давайте попозже зайдем, когда люди оттуда уйдут. Вот, смотрите, какие рыбы. О, там человек. Вон. Слева человек. Сейчас будет что-то делать. Или он уже делал. Он, наверное, уже покормил всех. Ух, смотрите, какая проплыла. Махина над нами. И здесь, вот. И эти рыбы, которые я показывал вам с той стороны, они плавают вот так по кругу. И над вами проплывают. Здорово. Синенькие там внизу плавают, красавцы. Ну, какие. Алина. А вот, конечно, к сожалению, как выглядят моря от пластика, от засорения. Когда выкидывают мусор, где попало, не убирают. И все это попадает в моря. Также это все попадает на рыб. Какие-то в бутылках могут застрять рыба. Какие-то колечки могут повиснуть на рыбках и мешать им и так далее. И на черепах. Вот. Это, конечно, вот. Ну, из сетки. Вон, видите, черепаха как бы попала в сетку тоже. Сетка валяется. И все. И животные туда попали, застряли и погибали. Есть стенд. Тоже можете нажать на кнопку и посмотреть, что, сколько разлагается. Давайте посмотрим, что самое быстрое, что разлагается. Это шкурка банана от двух до с половиной недель. И от одного до пять лет не работает. Но самое дольшее, это тысяча лет, это пластиковые карты. Вот они. Как долго разлагаются, представляете? Здесь тоже большой аквариум, но там водичка какая-то. Ну, ладно, не так видно. И здесь тоже есть вот такие скелеты различные в воде. Лобстер. Ого, а вот этих рыб я не видел. Посмотрите тоже, в каких размерах это рыбешка. Здорово. Ну, это пресноводные, по-моему. Ого, а это еще больше. Офигеть. Губки строит. Он вам губки строит. Я говорю, все рыбы сегодня для вас. Вам позируют и привлекают, чтобы вы сюда сходили и сами посмотрели. Они там не гуляют. Здесь морские ежи, еще кто-то там спрятался и затем кораллы. Ну, и в конце, конечно, нас встречает, как обычно, надо пройти через магазин с детьми. Особенно все это делается, где можно купить игрушки. Но, кстати, игрушки, цены, в принципе, приемлемые. То есть, вот такая вот игрушка, 155 бат стоит. Цены разные. Есть там и по 85, и по 155 бат. Вот, то есть, разные цены. И сейчас в конце типа 200 метров куда-то пройти. Есть вид на море и еще пруд или какое-то озеро с черепахами. Здесь небольшой участок с мангровым лесом. Смотрите, ветки прям, которые растут. Вот так-то они могут опускаться и давать как корень тоже дереву. Здесь мы находимся рядом с пирсом. Стоит даже военный корабль. И сейчас мы пойдем к бассейну с черепахами. После магазина он находится. Здесь море у нас. Такие виды прикольные. И вот так вот, по такому настилу здесь идем-идем и черепашка. Здесь находится центр для реабилитации черепах. Не то, что тут бассейн с черепахами. Вот тут вот есть. Вон, одна черепашка плавает. Видите? Она на реабилитации, потому что у нее там что-то вон торчит, какие-то штуки со спины. Вот, но она плавает. Вот такая большая черепаха. Вот, наплывет сюда к нам. Вот, но только одна. Дальше черепахи есть туда. Дальше, но они там вообще закрыты. И к ним не подступиться, не подобраться никак. То есть, нам удалось увидеть только одну черепаху. Может быть здесь, когда их много нашли на реабилитации, когда они, может их намного больше, конечно. Ну, такая живая черепашка. Ну, большая прям реально. Здоровая такая. Лечит ее здесь, ухаживает за ней, следят. Может быть там датчики, знаешь, стоят, чтобы узнать, как она передвигается, как у нее что. Ну, видите, там сзади провода какие-то. Может воздух там подсасывается как-то. Ну, короче, что-то делают. Думаю, хуже тут им точно не делают. Видите, уже более позже народу больше подтягивается. Ну, а я хочу сказать впечатление. В принципе, аквариум не такой большой. Но много всяких интересных познавательных вот этих табло, как я вам показывал, где можно кнопки нажимать. Вот. Плюс еще некоторых рыбок, которые я вообще даже никогда не видел. Очень здорово, что все-таки сюда приехали. И плюс то, что цена в принципе недорогая. Алине понравилось. Алина все разглядывала, смотрела. Особенно больших рыб и цветных. Так что, думаю, стоит для посещения. Особенно, когда погода, там, дождь, ветер какой-нибудь. Приехать сюда, посмотреть и с хорошим настроением проведете свой день. Вот. А вы не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте палец вверх. Пишите комментарии. И до новых встреч. Пока.